Привет, друзья! Сегодня хочу затронуть одну очень интересную тему и, в частности, поговорить о трех самых распространенных заблуждениях, касающихся силовых тренировок. Потому что стоит открыть интернет, открыть какие-то журналы или начать смотреть фитнес-каналы на ютубе, и ты понимаешь, как же много ерунды там рассказывают. Причем не только какие-то неизвестные, да, абсолютно люди, но в том числе и профессионалы из мира фитнеса. Начнем! Миф номер один. Для больших мышц нужны большие веса, а небольшие веса или маленькие веса дадут только рельеф. Этот миф состоит из двух частей, поэтому рассматривать я его тоже буду по порядку. Сначала поговорим о той части, которая связана с большими весами и большими мышцами. Дело в том, что это не совсем соответствует действительности. Нет такого, что ваши мышцы смотрят на тот вес, который вы собираетесь поднять, и думают, ага, сегодня вес недостаточно большой, мы не будем расти. Все совсем не так. Ваш организм реагирует на нагрузку следующим образом. Если даете очень большую нагрузку, он думает, блин, чувак, что происходит? Что вообще творится? Как я справлюсь с этой нагрузкой? У меня недостаточно мышц. Мне нужно что-то изменить. И, в принципе, процесс роста мышц – это следствие процесса адаптации организма к изменившимся внешним условиям. То есть, если вы даете нагрузку выше того уровня, который ему привык ваш организм, ему нужно будет поменяться. И, в принципе, вот, когда нагрузка выше, да, в организме происходит достаточно большое количество самых разнообразных изменений негативного характера, после которых он начинает восстанавливаться. И он восстанавливается до того уровня, на котором он был до тренировки. И после этого он вырастает и еще немного. Это явление называется сверхвосстановлением. Для того, чтобы в будущем, если он столкнется с той же самой нагрузкой еще раз, он был более готов. Для тех, кто играет в различные версии Tower Defense на компьютере, это очень простая аналогия с отбиванием атаки замком, да, то есть на ваш замок нападает, вы отбиваете атаку, получаете ресурсы на то, чтобы отстроить его до того уровня, каким он был, и плюс еще больше ресурсов, чтобы построить еще что-то новое. С организмом абсолютно та же самая история. Поэтому вес играет лишь роль одного из факторов, одной из характеристик, которую вы можете варьировать в рамках своих тренировок, но далеко не единственную. Также влияет количество подходов, количество повторений, сложность упражнений, время отдыха, время поднагрузки и много всего еще. Поэтому говорить только о том, что большой вес дает большие мышцы, а другой вес не дает, это некорректно. К тому же у нас есть огромное количество примеров. Самый яркий из них это Максим Трухановец, который тренируется обычно с утяжелителями на ногах на плюс 4 килограмма. Если это гиря, то это 16, 24, 32. И он не рвется куда-то в огромные веса, но при этом он замечательно выглядит. Есть пример Сани из нашей команды, из команды Патриот, которые вообще с весом не тренируются. То есть, понимаете, вес это еще не все. Теперь вторая часть этого же мифа, которая связана с тем, что небольшой вес или маленький вес дает мышцам рельеф только. Здесь сразу следует оговориться о том, что не существует понятия рельефная мышца, проработанная мышца или бесформенная мышца. Потому что если мы снимем с вас кожу, хотя это, конечно, очень бесчеловечно, то мы увидим, что все мышцы абсолютно рельефные. То есть, под слоем кожи, под слоем жира, все мышцы точенные, рельефные, проработанные, все как надо. Таким образом, проблема не в том, что мышца не рельефная, проблема в том, что за слоем жира ее не видно. И здесь можно говорить о том, что либо у вас рельефное тело, либо не рельефное. И зависит оно будет от двух показателей. Во-первых, как я уже сказал, от величины подкожного жира. То есть, чем у вас больше подкожного жира, тем сложнее увидеть мышцы, соответственно, тем хуже будет смотреться рельеф. И второй момент, от размера мышцы. Чем крупнее мышца, чем она более сильная, более крупная, тем ее легче будет заметить даже под тем же самым слоем жира. Поэтому задача очень простая. Если вы хотите получить более рельефное тело, вам необходимо делать ваши мышцы сильнее и крупнее, и уменьшать количество подкожного жира. Опять же, в пределах разумных, чтобы это не сказалось отрицательно, на организме. Не надо стремиться к той форме, которую демонстрируют бодибилдеры на сцене или фитнес-модели на фотографиях в журналах, потому что это неестественная форма. Итак, надеюсь, что с этим мифом мы разобрались, поэтому двигаемся дальше. Миф номер два. Заключается в том, что невозможно, точнее, миф номер два, он заключается в том, что вам говорят, что можно прокачать отдельную часть мышцы или изменить ее внешний вид. Это, опять же, не соответствует действительности. Исключение составляют те мышцы, которые имеют несколько пучков, например, грудная мышца, которая имеет несколько точек крепления. Соответственно, изменяя угол нагрузки, вы изменяете ту часть мышцы, на которую эта нагрузка идет. У меня есть отдельное видео про отжимания, соответственно, не буду сейчас об этом, на этом останавливаться. Но вот вся остальная информация в интернете связана с тем, что для роста мышц их нужно атаковать под разными углами, нужно менять углы нагрузки, нужно менять хваты обязательно, разные упражнения делать. Это все ерунда. То есть, по большей части, смена упражнений связана с тем, чтобы вам было просто легче тренироваться эмоционально, чтобы вы не уставали от однообразия нагрузок. Вашим мышцам все равно. Если вы хотите, чтобы ваши мышцы росли, нужно давать им больше нагрузки, нужно следить за своим питанием, чтобы у вас был строительный материал, чтобы мышцы строились. И еще пара вещей. У меня будет отдельное видео на канале, я размещу ссылку в описании, посвященную этому вопросу. Но вот говорить о том, что необходимо, прямо обязательно делать разные упражнения, это миф. Вполне возможно качаться с помощью простых базовых упражнений, с помощью подтягиваний, отжиманий, приседаний, отжиманий на брусе, выхода силы. Просто постепенно увеличивайте нагрузку, и вас ждет успех. Все то многообразие внешнего вида, которое вы можете увидеть на площадке или в тренажерном зале, вы можете увидеть, что у кого-то есть четко выраженный пик бицепса, а у кого-то широчайшие начинаются чуть ли не от талии, это все чистой воды генетика. Кому-то повезло, кому-то не повезло, и если вам не повезло, то как бы вы ни старались, у вас не будет пик бицепса, как у Арнольда, у вас не будут широчайшие от талии, если они крепятся выше. Изменить место крепления мышцы можно только хирургически, и то не факт, что это стоит делать. Но тренировками максимум, что вы можете сделать с мышцами, это заставить их вырасти, то есть стать больше. И вообще, в принципе, все, что вы можете делать с мышцами, это либо делать их больше, либо делать их меньше, да? Либо гипертрофия, либо атрофия. Больше ничего, так что просто смиритесь, тренируйтесь, и делайте максимум с того, что вам дала ваша генетика, потому что другого у вас все равно не будет. Опять же, в этом же мифе следует сказать о том, что невозможно прокачать какую-то часть мышцы отдельно от другой части мышцы. То есть мышца – это волокно, которое сокращается по всей длине. То есть если вы представите себе резиновый жгут, и вы закрепите его с одного конца и с другого, и начнете тянуть за любой из концов, то увидите, что он растягивается. И он растягивается по всей длине. Нет такого, что он растянулся только в одной части, а в другой не растянулся. Нет, он растягивается по всей длине равномерно. То же самое происходит с вашими мышцами. Поэтому невозможно накачать тот же самый пик бицепса, который находится в центре. Да, если генетически его нет, его и не будет. Само это заблуждение, связанное с тем, что людям кажется, что он не прокачивает часть мышцы. Например, опять же, что я слышал от гуру фитнеса различных про то, что можно прокачать центр грудной. Никакого центра грудной не существует, поэтому и прокачать его нельзя. Разделение идет по вертикали, а не по горизонтали. Но почему некоторые люди чувствуют жжение, чувствуют боль в центре груди после выполнения отжиманий или отжиманий на брусьях и думают, что у них растет, увеличивается именно в центре? Дело все связано с тем, где расположены рецепторы и где у вас больше рецепторов, которые фиксируют боль. Опять же, у меня есть на канале видео про разные виды боли. Можете его посмотреть, там все это детально описывается. Не буду останавливать. Но суть в том, что если у вас находятся рецепторы, которые фиксируют боль в месте крепления мышц к сухожилию, а это как раз в центре груди, то там и будет болеть, несмотря на то, что ваша мышца будет напрягаться по всей длине, будет расти по всей длине, а не только в центре. Вот с этим связан этот момент. И, наконец, третий. Третий миф о силовых тренировках тоже очень распространенный. Не знаю, почему люди в него верят. Он заключается в том, что можно сжечь жир локально где-то в организме. Там, на руках, например, избавиться, или на животе, или на ногах в зависимости от своей цели. Невозможно. Невозможно этого сделать. Локального жиросжигания не существует. Смысл в том, что ваш организм сбасает жир примерно равномерно. Поэтому и избавляться от него он будет также примерно равномерно. Он... Есть определенные, естественно, места, с которых он будет в последнюю очередь забирать жир. И это связано с защитными свойствами организма. Все-таки жир это не бесполезная вещь. Он играет определенную роль в организме, в том числе согревает там внутренние органы, защищает их. И поэтому организму он нужен. Вот. Поэтому чем ближе... Общее правило. Чем ближе к центру вашего тела, тем позднее жир оттуда будет уходить. Именно поэтому как бы жир на животе уходит в последнюю очередь. Вот. Но тем не менее, такого, чтобы вы локально могли убрать жир с рук, при том, что в других местах он останется, этого не будет. Организм так не работает. Вот такие вот три, наверное, самых популярных мифа, которые я знаю про силовые тренировки. Я надеюсь, что, узнав действительность, вы как-то скорректируете, можете, если до этого шли неверным курсом. Обязательно пишите в комментариях, если вы знаете другие мифы, какие-то мифы, в которые вы сами раньше верили, а потом узнали, что это неправда. Потому что это поможет другим зрителям тоже какой-то ценной информацией. Ну, а я увижу с вами уже в следующих роликах. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Подписывайтесь на канал, если вы уже подписаны, то ставьте колокольчик внизу под видео, чтобы первым получать уведомления о новых роликах. Я постараюсь их записывать более-менее регулярно, несмотря на то, что уже вышел первый снег, уже холодает на улице. Но это воркаут, уличные тренировки, поэтому просто утепляемся и продолжаем тренироваться на турниках и брусьях. С вами был Антон Кучубов. Увидимся в следующих роликах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok